В принципе, вода теплее, чем в Финском заливе. Следующая остановка нашего путешествия по Америке. Солнечный Лос-Анджелес. Поехали! Итак, мы приехали на станцию метро Голливуд-Хайланд. Здесь начинается знаменитая слава, здесь тот кинотеатр, в котором проходит церемония вручения Оскара. И, в общем, здесь, судя по столпотворению туристов, центр всех интересов приезжих. Посмотрим! Где-то здесь находится кинотеатр, в котором проходит премия вручения Оскар. Кажется, я его вижу, вот он там. Вот, прямо вот здесь вот проходит церемония вручения Оскара. Обычный такой кинотеатр. Сейчас пойдем, посмотрим, что внутри. Вот здесь вот стелется обычная красная ковровая дорожка. И вот отсюда вот все кинематографы заходят в кинотеатр. Вообще, по сути, это обычный кинотеатр. Просто раз в год он становится... становится центром кинематографической жизни планеты. Вот такой же синхронидворик интересный. Одно из самых популярных туристических мест в Л.А. Это долгий диджидоу кинотеатр, в котором проходит премия Оскар. И рядом здесь китайский кинотеатр, в котором есть дворик такой немножко китайский. Здесь есть слоники, какие-то ворота. Ну, на самом деле, они больше египетские. Вот, здесь на трех уровнях находятся люди. Почему они там стоят? Потому что там видны буквы Голливуд. Те самые знаменитые буквы Голливуд, которые всех так манят. На самом деле, до них очень далеко, их почти не видно на фотографиях. Но каждый считает необходимым с ними сфотографироваться. Вот отсюда можете увидеть, что кинотеатр действительно китайский. Калифорния славится своими бургерами. И есть одна местная очень знаменитая сеть In-N-Out, которая не стала франшизой. Она принадлежит одному владельцу. И в ней по-прежнему готовят буквально всего лишь 2 или 3 продукта. Гамбургер, чизбургер, дабл чизбургер и френч фрайс, картошку. Мы решили попробовать, что это такое. Сейчас вам покажем. Посмотрите, что такое Ахтун. Вот это Ахтун. И вот туда уходит очередь. Значит, вкусно. Вот он, калифорнийские бургеры. Попробуем, что это такое. Ребят, очень вкусный бургер. Я не фанат. Я очень долгое время не ела мясо. И вообще, как бы, бургеры – это не моя еда. Но здесь действительно бургер сделан как будто по-домашнему. Смотрите, сколько здесь овощей, всяких листьев. И на вкус, правда, как домашний. Идем мы только по звездам, всякие разные звезды. Кого мы нашли в первую очередь? Трампа. Но Трампа здесь явно не любят. Насчет Голливудской аллеи звезд. Я должна сказать, что это обычная улица. Просто здесь ты идешь по звездам с именами американских артистов. Будьте готовы увидеть бомжей американских. Ну, на самом деле, если вы были в Нью-Йорке, вам ничего не страшно. А также будьте готовы дышать в полгруди, как называется. Потому что здесь все время пахнет ганджой. Ребята идут спокойно перед нами и пыхают в травку. И воняют на всю улицу. Метро Лос-Анджелеса достаточно молодое и симпатичное. В отличие от Нью-Йорка, достаточно новое. В нем приятно проехаться. И некоторые станции очень интересно оформлены. Например, вот эта станция оформлена в стиле кино. Вот за мной видеокамера. Вот она. И весь потолок обсыпан бобинами от видеокамер. Сейчас вам покажу. Нельзя просто так приехать в Лос-Анджелес и не посетить Санта-Монику. Это знаменитый город с пляжами, пальмами и звездами. Первое, что видишь при подходе к пляжу Санта-Монику, то, что пляж очень широкий. Вы посмотрите, я никогда не видела такого пляжа. Сразу, как ты переходишь, вот здесь ты вступаешь на пирс. И вот представляете, сейчас совершенно не сезон. Середина ноября. Сколько здесь народу. Представляете, что здесь творится летом. Пройдя до конца пирса, можно посмотреть немножечко на береговую линию, на парк развлечений небольшой. Вообще, очень напоминает наш Адлер или Анапу. Картейка, который суперсапа. Это что? До пляжа Санта-Моники очень легко доехать до метро. Станция метро называется что-то типа Санта-Моника Даунтаун. И, пройдя буквально действием пешком, вы окажетесь на пляже. Народ в основном в ноябре уже не купается, хотя есть пара смельчаков. А мы до сих пор думаем, купаться или нет. В принципе, вода теплече в Финском заливе и во всей Прибалтике. Но местные из Нежной Калифорнийцы здесь не купаются практически. Купаются только такие туристы, сумасшедшие, как мы. И то недолго. От пирса Санта-Моники идет многокилометровая дорожка. Помимо широчайшего пляжа, по которому тоже можно гулять. Здесь есть дорожка для велосипедов, самокатов, скейтов и так далее. Но с этой стороны материк, пальмы, отели. Лос-Анджелес считается очень спортивным городом. На пляже Санта-Моники просто очень много людей, которые занимаются спортом. А вот даже здесь есть экстремальные виды хождения по канату. Все такие подтянутые. Гораздо более подтянутые, чем в Нью-Йорке. Кстати, пирс на Санта-Монике, который я вам показывала, он исторический. Это единственный пирс, который остался чуть ли не с 20-х годов. Он был построен еще тогда. И до сих пор по нему ходят люди. На пляже Санта-Моники также очень классная велодорожка. И по ней можно прокатиться, взяв велосипед на прокат. Полно предложений. Так что не откажите себе в этом удовольствии. Можно прокатиться до Венис-Бич и посмотреть достаточно протяженную полоску пляжа. А еще здесь очень красивые закаты. И мы сейчас идем сажать солнышко. А еще здесь есть знаменитая креветочная из фильма «Форест Гамп». Называется «Бумба Гамп Шрим». Мы заказали креветки, приготовленные в разных стилях, соусами. А еще здесь есть такая интересная штука, когда ты голоден. Здесь есть табличка «Ран Форест Ран». И когда наелся, не даешь понятия официанту. Стоп, форест стоп. Ребята, рекомендую вот это блюдо с кучей видов креветок. Действительно, все очень вкусные. В разные панировки, что-то без панировки. Ну и вообще, здесь можете заказать любое блюдо. Здесь океан, вылавливают креветки. В общем, все очень аутентично. А еще пирс Санта-Моники является окончанием трассы 66, знаменитой в Америке. Эта трасса проложена от города Чикаго до Лос-Анджелеса. Сейчас, на самом деле, ее уже не существует, но это известный такой бренд американский – трасса 66. В Америке, практически во всех штатах, есть такое замечательное сведение – I Hope. Это место, где можно от пуза позавтракать, где очень вкусные блинчики, настоящие американские. И где всегда очереди. На самом деле, люди знают, куда идти. Если там очередь, надо туда хотя бы один раз попасть. Так что рекомендую для завтрака – I Hope. В этом сведении есть даже зал ожидания, не поверите. Здесь, на самом деле, приходят люди, занимают очередь для того, чтобы их пригласили в зал. Даже в 8 утра. Сидят здесь, в основном, латинусы. Приносят блинчики. Есть комбо вместе с яичницами и другими видами замка. Кетчап. Здесь стоят сиропы, всевозможные, бесплатно. Называется I Hope. Заходите. Сейчас, как вы уже понимаете, мы в самом престижном районе Лос-Анджелеса – Беверли-Хиллз. Это родина ботиков, звезд, пафоса и больших денег. И если вам интересно погуляться со мной по Беверли-Хиллз, продолжайте смотреть. Здесь просто мекка модников, модниц, в общем, звезд и всякого пафоса. Здесь расположено очень много элитных магазинов, гостиниц, ресторанов. Сейчас посмотрим, как красиво живут в Калифорнии. А вот это гостиница Площадзис, в которой снимался фильм «Красотка». Вот мы на небольшой пешеходной улочке, которая очень напоминает столешник в переулок или театральный проезд в Москве. Здесь Porsche Design, Tiffany. Очень чисто, очень мило, симпатично. Но кажется, как будто мы до сих пор в декорациях киностудии Universal Studios. Здесь действительно очень приятно гулять, потому что Лос-Анджелес, как и Нью-Йорк, очень контрастный город. И не везде все как в кино, как ты думаешь. Потому что, когда приезжаешь в Америку, все время кажется, что будет красиво, везде красиво, куда ни глянь. Но это не так. И в этом районе Лос-Анджелес действительно красиво. Начало рассвета района Беверли-Хилл совпало с началом строительства киноиндустрии. И здесь с 20-30-х годов земли начали заселяться звездами, всякими артистами, которые могли себе это позволить. Здесь земли начали распродавать. И здесь появилось очень много красивых домов. Чем выше Беверли-Хилл к небу, тем дороже стоила земля. И сейчас здесь имеют недвижимость много-много звезд. От Растина Тимберлейка до Шварценеггера. Вот знаменитая улица Беверли с высокими пальмами. И сейчас кажется, что пронесется какая-нибудь звезда в кабриолете. Просто валяется почта. Знаете, тоже как в фильмах, когда почтальон на велосипеде приезжает и кидает к воротам. Еще одна отличительная черта местных домов. Почти никто не прячется за заборами. Вот просто либо забор прозрачный, либо очень маленький, либо его вообще нет. Вот, похоже, какой-то местный сноф-дог снимает клип чуваки с видеокамерами. Телочки в кабриолете. Вот он, Лос-Анджелес. А сейчас мы с вами зайдем в классическую американскую аптеку. Не удивляйтесь тому, что вы увидите. Это действительно аптека. Называется Pharmacy. Собственно, вот мы внутри. Клад для ногтей. Косметика. Продукты питания. Сейчас покажу поближе. Гучка-броды. Напитки. Какая-то морозинка с мюшликами. Открытки. Чипсы. Какая неожиданность в аптеке. Как всегда, много чипсов. Американцы любят много чипсов. И что самое интересное? Пивасик. В аптеке. Ничего необычного. Винишко. В аптеке. Знаете, еще одна отличительная черта Америки. У них в помещениях очень холодно. И люди еще всегда любят пить воду со льдом. То есть и так дубак, они еще воду со льдом добавляют. И здесь, в отличие от России, ты выходишь на улицу, чтобы погреться. А не наоборот. На самом деле, Беверли-Хиллс это отдельный город, который входит в состав Большого Лос-Анджелеса. Как у нас в состав Большого Сочи входит Адлер и всякие другие пригрыбы. Так что Лос-Анджелес сложно считать таким единым городом. Потому что он состоит из разных районов, которые по сути являются отдельными городами. У них даже там какие-то есть свои законы, правила, распорядки и своя какая-то культура. Мексиканская сбегалка называется Чипотло. Или Чипотле, как вам больше нравится. В общем, здесь очень недорогая мексиканская еда. Типа фастфуда, где ты можешь просто себе в лепешку или в миску положить кушу всего разного. Вот такая у нас получилась порция за 10 долларов. Не знаю, можно найти здесь, не увидим в воде. Чего только не увидишь в корейском квартале Лос-Анджелеса. Даже сушу с колбасой. Ну и яйца, конечно же, варёные. А ещё донаты с сыром Филадельфия. Короче, каждый выживает как может. Сейчас мы приехали ещё на одну точку, которую обязательно стоит посетить. Обсерватория Гриффина. Гриффиндо. Как правильно произносится? В общем, Гриффиндо. Для тех, кому всё равно. Здесь должен открываться шикарный вид на Лос-Анджелес. Из лесных пожаров. Вид слегка смазан, хотя всё равно масштаб можно оценить. В обсерватории висит маятник Куко. Он привязан прямо к куполу. И снизу, поскольку Земля вращается, этот маятник постоянно сбивает новые палочки. А вот их главный телескоп. Сейчас крыша обсерватории открывается вид на голливудские холмы. Собственно, вон та самая надпись «Голливуд». Ещё в Америке почти везде можно набрать с собой воды. Везде стоят вот такие поилочки. Бесплатно вода питьевая. Так что берите с собой бутылки и набирайте. Сейчас узнаем, каков мой вес на Юпитере. Ну, прилично. 370 футов. Сколько это килограмм? Я даже не хочу знать. А это Юпитер. Моя любимая планета. Одна из. Вот примерно как-то так там на поверхности происходит. В районе обсерватории очень много холмов, троп. Здесь люди приезжают на машинах, оставляют их и ходят пешком. Очень много ходят пешком. Мы случайно заблудились и увидели лосёнка. Вот что значит человеки, прям очень близко к природе. Вот ещё один.